МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости в студии Ирина Ромбальская. Здравствуйте. И коротко о главном к этому часу. Новые перспективы белорусско-суданского взаимодействия. Потенциал сотрудничества изучал Евгений Горин. Вместе против терроризма белорусская армия заканчивает подготовку войск к совместному с Россией учению «Запад-2017». Награды за профессиональный труд. Накануне 1 сентября в Дворце независимости Александр Лукашенко вручил государственные награды педагогам о профессии, в которой нет случайных людей. Юлия Бешанова. На что готовы банки ради клиентов, когда белорусы смогут использовать массово криптовалюты и как ограничат игроков в казино? Все нюансы в экономическом обзоре Анны Рублевой. Мука нового урожая, сыворотка, дрожжи и соль. В белорусских деревнях в Лебный Спас по христианской традиции пекут хлеб. Горячий и ароматный прямо из печи доставал Юрий Прокопенко. Новая жизнь старинных замков в Национальном историческом музее презентовали уникальный проект ВКЛ-3Д. Новые перспективы для Белоруссии Судана. Президент встретился с парламентской делегацией этой страны. В ее составе председатель Национальной ассамблеи Судана, влиятельные бизнесмены и ключевые министры. Перспективные проекты сборка в Африке агротехники, белорусских марок, сельское хозяйство и взаимная торговля. И Беларусь настроена на успешную их реализацию. Новый импульс сотрудничества между странами придал визит Александра Лукашенко в Хартум в начале года, после чего отношения заметно оживились. Продолжит тему Евгений Горин. Этот визит суданской делегации – логическое продолжение диалога, начатого в январе, когда президент Александр Лукашенко был с официальным визитом в этой африканской стране. Те переговоры заметно активизировали поиск направлений для взаимовыгодного сотрудничества. Обозначилась экономическая заинтересованность. Сторон полгода переговоров чиновников Белоруссии и Судана создали возможный портфель совместных проектов. Часть из них может запускаться уже сегодня. Это был этап определения совместных проектов и предметного обсуждения путей их реализации, которые можно считать завершенным. Сейчас очень важно незамедлительно приступить к выполнению намеченных планов. Беларусь серьезно настроена на успешное воплощение совместных проектов с Суданом в указанных сферах. Мы рассчитываем, что у руководства вашей страны аналогичный подход, и эти планы получат поддержку суданских парламентариев. Мы надеемся, что в ходе знакомства с Беларусью вы сможете в полной мере ощутить экономический, промышленный, научный, культурный потенциал нашей страны. Уважаемые друзья, я абсолютно уверен, что ваш нынешний визит в Минск откроет новые перспективы белорусско-суданского взаимодействия. Один из суданских бизнесменов, владелец 10 заводов, сегодня на переговорах во Дворце независимости предложил уже открыть сборочное производство белорусских тракторов в Судане. Белорусская сторона готова расширить линейку до комбайнов и карьерных самосвалов. Хотел бы передать вам приветствие от президента Судана. Он очень высоко ценит вас. Ваш визит был историческим. Встречи на уровне глав государств заложили основу для дальнейших отношений. Мы увидели, что Беларусь открыта для конструктивного сотрудничества с Суданом. Мы также готовы к сотрудничеству с Беларусью. Судан по объемам нефтедобычи третья страна Африки. Доходы от черного золота главный источник валюты для Хартума. При этом страна испытывает серьезную нехватку электроэнергии. Нефтяной сектор – движущая сила экономики Судана, но более третья ВВП все-таки сельское хозяйство. Земельные угодья значительны. При этом из 12 миллионов гектаров обрабатываемых земель орошается только 15%. Для белорусских технологий это потенциально заманчивая ниша. Мы подтвердили наше намерение очень активно содействовать нашим правительствам в реализации планов по созданию совместных предприятий, сборочных производств на территории Республики Судан, строительству жилья, промышленных объектов, сотрудничества в гуманитарной сфере. В целом, парламентарии Республики Беларусь и Республики Судан настроены на серьезную совместную работу. В Судане живет 40 миллионов человек. Ежегодно страна на много миллиардов закупает продовольствия, лекарств, промышленных товаров. Госпрограммы направлены на развитие собственных предприятий. Будут ли они основаны на белорусских технологиях? Вопрос и задача для наших чиновников. Мы нуждаемся в такой автотехнике. Все модели смотрятся очень внушительно, но мы заострили внимание именно на автобусах и самосвалах. Они для нашей страны будут наиболее востребованы. Сейчас речь идет о выставке самосвальной автотехники. Порядка 50 единиц. Мы планируем в этом году открыть сборочный завод в сентябре месяце в Египте. Также ведем переговоры по организации сборки в Нигерии. Еще одно привлекательное направление для взаимовыгодного сотрудничества использование преимуществ экономических союзов. Судан интересен в Беларуси как площадка для выхода на третьи рынки. А наша страна Судану как участник ЕАЭС. Один из вопросов, который сегодня активно решался, проблема взаиморасчетов. А это уже верный признак того, что дело приобретает реальный оборот для сотрудничества. Евгений Горин, Сергей Капустин, телекомпания СТВ. Учение «Запад-2017» направлено на отработку совместных действий против террористов. Об этом заявили сразу в двух оборонных ведомствах. Беларусь проводит операцию совместно с Россией. Общая численность задействованных военнослужащих – почти 13 тысяч человек. Полигоны специалисты отбирали те, что находятся на удалении от государственных границ, чтобы еще раз подчеркнуть характер учения «Запад-2017». Предстоящее совместное стратегическое учение «Запад-2017» носит сугубо оборонительный характер. Его проведение не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества, в целом, ни для соседних стран в частности. Учение позволит на практике совершенствовать механизм совместного использования оборонной инфраструктуры в интересах обеспечения военной безопасности союзного государства. Часть полигонов находится на территории России. В целом, учения пройдут в два этапа и замут ровно неделю с 14 по 20 сентября. За это время войска отработают совместные боевые действия и защиту важных объектов. Отмечу, что на «Запад-2017» аккредитованы зарубежные СМИ свыше 80 международных наблюдателей, в том числе и знатые АБСЕ. Уже с 12 сентября в сети начнет работу специальный сайт учения. Совбез ООН собирается на экстренное заседание. Причиной незапланированной встречи стал пуск ракеты КНДР предположительно баллистической средней дальности. Она впервые в истории пролетела на территории Японии. В Токио заявили, что не стали сбивать ракету, так как она не представляла опасности. Тем не менее, в Минобороны страны отметили, что оружие такого типа могло достичь Гуама. Именно там базируется крупнейшая военная база США в Тихом океане. А граждан северных районов Японии предупредили о возможной опасности, призвав принять меры предосторожности. Также на короткое время было прекращено движение скоростных поездов и электричек. Отмечу, это вторые испытания Северной Кореи. За последние дни в субботу несколько ракет малой дальности были запущены в сторону Японского моря. В Техасе растет число жертв урагана Харви. Самого мощного за последнее десятилетие в списках погибших уже 14 человек. Пострадали сотни тысяч. Большинство жертв приходится на районы вблизи Хьюстона. Этот крупнейший город штата охватывает беспрецедентное наводнение. Здесь закрыты школы, большинство больниц, не работает аэропорт. Причем наводнение будет расширяться, а потери от бедствия уже оценивают 30 миллиардов долларов. В Москве расследуют обстоятельства жуткого ДТП, в котором погибла 44-летняя белорусская из Гомеля. За жизнь ее 10-летнего сына борются врачи и мальчик в стабильно тяжелом состоянии. Это произошло на Алтуфьевском шоссе. Мать с ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый, когда их на огромной скорости сбил автомобиль, проехавший на запрещающий сигнал светофора. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В Беларуси по становлениям правительства освобождены от должностей ряд заместителей министров в связи с сокращением штата. Такие кадровые решения приняты в рамках оптимизации госаппарата. В итоге шесть замминистров ушли с должности, двое из них сокращены. Сегодня же стало известно о сокращениях в управленческой структуре силовиков. За профессионализм и упорный труд 37 педагогов получили сегодня государственные награды и званиям. Накануне нового учебного года работников системы образования отметил президент Беларуси. Учителя, новаторы, авторы учебников, воспитатели детских садов и ректоры университетов. Во Дворце независимости те, чей вклад в развитие общества переоценить невозможно. Александр Лукашенко отметил, сегодняшняя встреча особенная, а педагог это призвание, которым нужно гордиться. Персонали в материале Юлия Бешановой. Это сечение вот слева под нагрузкой. И что, вот такое расслоение же идет, что и такие кривизны пошли, что ли? Вечером, накануне награждения, не за подготовкой торжественной речи, а за проверкой кандидатских работ в лаборатории. Рядом с молодыми учеными Виктор Турой сам словно становится моложе. Хотя у руля кафедры профессор уже почти четверть века. Разработка университета ноу-хау, который часто не имеет мировых аналогов. Одну из конструкций можно увидеть даже в залах знаменитой Третьяковки. Нельзя учить просто прочитав что-то в учебнике. Да, это же совершенно очевидно, что наибольший эффект достигается тогда, когда мы прошли и сами прочувствовали это на стадии и научной части, и разработки, когда это внедрено. Они привыкли, говорит, перед большой аудиторией увлекать, объяснять, вести за собой. Но сегодня педагоги даже лучшие из лучших заметно волнуются. Алла Рошаль у доски больше 40 лет. Говорит, ее ученики в некотором смысле превзошли своего педагога. Но в этом, признаются женщины, и есть то самое учительское счастье. Когда мы встречаемся, они говорят, Алла Михайловна, а вам не обидно, что вот кандидаты, доктора? Я говорю, это такое счастье учителя, когда его ученик пошел дальше, чем он. Многие из педагогов, которые сегодня получили государственные награды, из рук президента участвовали в Республиканском педагогическом совете. В куларах коллеги обсуждали изменения, которые учебный год грядущий им готовит. В центре разговора новые учебники. Валерий Герасимов в прямом смысле приложил свою руку к математике для пятого класса. Задачи, говорит, формулировал из жизни. Так современным детям понятнее. Пришлось поработать над текстами задачи и приблизить их к их реальной жизни. Задачка, не помню, номер 25. Там Маша заслала 15 смс-сообщений с новогодними поздравлениями. Одно смс-сообщение стоит, скажем, 8 копеек. Хватит ли у Маши средств, если у нее есть 8 рублей? Сегодня в зале государствует наград. Дарца независимости многолюдна. Такое бывает всего несколько раз в год. Но сегодня мероприятие особенное. Накануне 1 сентября в зале лучшие из лучших в сфере образования. Президент назовет эту встречу особенной. Ведь в зале те, от кого зависит будущее целого государства. Церемония накануне 1 сентября не только признание личных заслуг каждого учителя. Знак особого уважения к педагогической профессии. Все понимают, насколько важно хорошее воспитание огромное значение приобретает качество работы дошкольных учреждений. Оно в первую очередь зависит от воспитателей, от их душевной теплоты, умения подобрать ключик каждому маленькому. Лучшие руководители учителя столичных, областных, районных школ и гимназий за свои трудовые успехи, высокий профессионализм, верность призванию педагога удостойны государственных наград. Уверен, что они станут для вас хорошим стимулом в дальнейшей еще более успешной работе. Важную роль играет профессионально-техническое образование. Мы об этом уже говорили и мы достигли в развитии нашего профтехобразования немалых успехов. Востребованность его в стране у зарубежных партнеров является своеобразным знаком качества. За подготовку квалифицированных специалистов для отраслей экономики отвечает, прежде всего, высшая школа. Многие вузы успешно внедряют инновационные методы обучения, становятся настоящими центрами продвижения научно-технического прогресса как в регионах, так и в столице нашей Беларуси. В этот торжественный день поздравляю вас с заслуженными наградами. Желаю вам долгих лет жизни, счастья, благополучия и достижений в этом нелегком, но очень почетном труде. Каждый, кто приглашен в зал государства от наград Дворца Независимости, добился успеха в главном. Они не штампуют отличников, не заставляют зубрить параграфы, а воспитывают думающую личность. Награды, говорят, не повод останавливаться, а стимул для новых свершений. Учительский труд очень сложный, но попадая на такие мероприятия, может быть, со стороны это и не кажется чем-то таким выдающимся, а когда оказываешься сам в таком месте, понимаешь, что стоило. То есть это какая-то гордость даже за себя, за коллектив. Завтра во многих учебных заведениях пройдут педсоветы. Тем, кто сегодня получил высокие награды, теперь точно есть, что рассказать коллективу и ученикам. Экскурсия по Дворцу Независимости словно путешествие по мировым новостным лентам. Здесь обедали лидеры нормандской четверки, а в этом зале подписали те самые минские соглашения. Надежда Ануфриева буквально вчера присутствовала во дворце в качестве сопровождающего сирийских детей. Сегодня сама почетный гость. Интерьеры теперь уже заслуженный работник образования. Рассматривает не просто с любопытством, с практической точки зрения. Я еще смотрю хозяйским глазом, а где мы можем что-то применить подобное, чтобы и дети тоже наши жили в красоте. Накануне нового учебного года на своем празднике профессионализма они желают друг другу счастливого нового учебного года. Этот зал для таких пожеланий подходит как никакой другой. На месте, где наш уважаемый президент произносит свое новогоднее обращение к народу, я бы хотела обратиться к своим коллегам-учителям и пожелать им в новом учебном году понимающих родителей, побольше хороших учеников здоровья и терпения. Ирину Пичугину в Жозенской гимназии встречали как героя. Награду от президента здесь считают заслуженным и неудивительным. Учитель географии подготовила полсотни призеров республиканских олимпиад и два десятка участников международных конференций. К примеру, ее ученица недавно вернулась из Лос-Анджелеса, где презентовала проект о лекарственных свойствах золотарника. Ирина Николаевна все в своих уроках показывает и обо всем рассказывает. Поэтому ее надо просто увидеть, как она представляет и любит. Главное, что она любит свой предмет. Профессии Ирины Николаевны больше 20 лет. Говорит, задача ее как педагога научить школьников думать и отставить свою точку зрения. Получается. Впрочем, над достигнутым педагог останавливаться не собирается. В планах еще больше олимпиадников и гордости за школу своих учеников и страну. Когда один из моих учеников вышел на сцену и у него действительно слезы в глазах и он держит этот белорусский флаг с дрожащими руками. Вот это волнение, вот эту гордость, вот эту радость передать просто-напросто невозможно. Это надо чувствовать. Буквально через два дня за парты по всей стране сядут около миллиона учащихся. Для 110 тысяч мальчишек и девчонок школьный звонок прозвенит впервые. А значит, у сегодняшних триумфаторов обязательно будут новые педагогические победы. Юлия Бешанова, Дмитрий Боярович, телекомпания СТВ. Банки становятся лояльнее клиентам. Помимо повсеместного снижения процентов, кредиторы предлагают и дополнительные бонусы. Например, досрочное погашение без штрафных санкций или значительное снижение процентной ставки. Но за такие преференции нужно платить. Как правильно рассчитать свои силы, спросим у нашего экономического обозревателя Анны Рублевой. Анна, что нужно учесть? Добрый вечер, Ирина. Банки ведут настоящую борьбу за каждого клиента. Отсюда и всевозможные плюсы. Дополнительные карточки, возможность досрочного погашения и многое другое. Это с одной стороны и для новых клиентов, а для старых, чтобы они не уходили в другие банки, придумали такие условия. Некоторые банки предлагают заморозить кредит под низкий процент, до 12, но с условием, что оплата основного долга начнется только через год. Таким образом, в течение 12 месяцев вы будете платить только проценты. Выгодно это или нет, решать каждому самостоятельно. Банк развития готов привлечь 60 миллионов долларов для поддержки малого и среднего бизнеса в нашей стране. Займ планируется получить от Международного банка реконструкции и развития. Согласие на начало процедуры переговоров дал президент. Указом главы государства также установлено, что гарантом возврата средств будет выступать правительство. Деньги направят на проект, который расширит доступность финансов для микро, малых и средних предприятий Беларуси. Теперь официально семья игромана может наложить запрет от 6 месяцев до 3 лет на визиты в казино. Для этого необходимо подать заявление в суд, причем сделать это могут супруги, родители, родные, братья и сестры и даже дети, в том числе и усыновленные. Список таких людей гораздо длиннее. Главным критерием в нем является факт совместного быта с заядлым игроком. Нужно будет также подтвердить, что азартные игры негативно сказываются на финансовом и моральном состоянии заявителя, а также наносят ущерб самому игроку. Столичные предприниматели создали терминалы для криптовалют и объявили старт ИКО, сбора инвестиций. Интерес к таким сделкам настолько высок, что за 6 часов собрали почти 350 тысяч долларов. Создание терминалов это первый шаг к тому, чтобы криптовалюты нашли применение в повседневной жизни белорусов. Сегодня механизм расчетов пока не позволяет пользоваться для повседневных целей. Кстати, терминалы можно будет интегрировать с бухгалтерскими программами, что облегчит ведение бизнеса и внедрение криптовалют в коммерческую сферу. Продолжая тему валют, курс евро на завтра 2 рубля и 31 копейка, за доллар предлагают 1 рубль и 92 копейки. Сотню российских рублей оценили в 3 рубля и 28 копеек. Такими были новости делового вторника. Ирина. Спасибо. Это были деловые новости вторника. Ну а сегодня по церковному календарю наступил хлебный или ореховый спас. Ореховый, потому что к этому дню обычно созревают плоды. Хлебный, потому что, как правило, заканчивалась жатва. Ну а в Беларуси уже убрано 95% площадей и есть все основания, чтобы последовать еще одной традиции. Печь хлеб из муки нового урожая. В стародавних рецептах и современных технологиях Юрий Прокопенко. Я иду с дяжой из этой ее уже, может, сто лет. С крошью чиняю ее хлеб. Ржаная мука, дрожжи и соль в доме у Веры Кириленко есть всегда. Женщина не покупает хлеб в магазине. Вот еще немного молочной сыворотки и можно замешивать тесто. Хлебец я мешу, с пачечки хочу. Як пойду, я в каморочку трошку отдохну. Рецепт приготовления хлеба один, классика. Исключение только на хлебный спас. В этот день можно использовать только муку нового урожая. Для нашей хозяйки неизменное правило вот уже больше 70 лет. Учила меня мама и мамин швокер. И он работал в хлебопекарне. Мама заболела, нас было четверо в войну. И я решила стать хозяйкой. Сейчас Вера Кириленко ждет гостей. Семья большая, пять детей, десять внуков, одиннадцать правдуков. Каждый раз она обязательно выпекает им свой фирменный домашний хлеб. Прошло два часа, наш хлеб уже наверняка готов. Прямо сейчас проверим, какой горячий и ароматный. О, хороший. О, хороший. Да, ну такой хлеб наверняка в магазине не купишь. Конечно, не купишь. Обычно спекся хлеб на руце подгапает, значит он спекся. Не подгапает сырый. А на Полесье, в Мотоле, хлебный спас издавна отмечали с особым колоритом. Традиции выпечки хлеба здесь тоже очень давние. А свой секрет его приготовления есть у каждой хозяйки. Подтверждение этому единственный в Беларуси музей хлеба. В нем и раритетный утварь, и более сотни экспонатов. Считалось, что именно хлебному спасу весь урожай должен быть не только собран, но и из молот. Недаром говорили, третий спас – хлебоприпас. Каждая хозяйка уже именно из пшеницы выпекала красивые пироги, старались, чтобы это были белые из высшего сорта. А между тем, предприятия страны готовы составить конкуренцию пекарям-любителям. Говорят, некоторые рецептуры не уступают домашней выпечке. Этот вкус знают и за пределами Беларуси. Благодаря глубокой заморозке его можно найти даже на прилавках Китая. Основа технологии составляет замораживание изделий при температуре минус 35 градусов до достижения температуры внутри мякиша минус 18 градусов. Кстати, накануне Дня Минска столичные пекари угостят всех огромным тортом Минск 950 весом более 250 килограммов. Правда, для таких мастеров, как Вера Кириленко, нет ничего вкуснее домашней сдобы. И это не все. Считается, что засушенный в этот день хлеб защищает от бед. Юрий Прокопенко, Петр Бутрим, Валентина Лось, Василий Лосенков, телекомпания СТВ. Величие и дух золотой эпохи нашей истории через ее архитектуру в Национальном историческом музее презентовали уникальный проект ВКЛ-3Д. Теперь каждый может оказаться внутри Кревского и Гольшанского замков и рассмотреть всю их экспозицию. Чтобы 3Д-реконструкция получилась достоверной, проведена кропотливая работа с архивными материалами. Изучали старые изображения, научные публикации, данные раскопа. А эффекта присутствия удалось достичь за счет стереоэффектов. Мне кажется, главная задача данного проекта и популяризация, и вдохновение для изучения истории этих замков, истории владельцев этих замков, истории этих эпох. И вот это погружение дает 100% ощущение, во-первых, нахождения там, ну и не зная, где ты находишься, уже, наверное, это грешно. Поэтому хочется садиться за книги, изучать материал в интернете и, конечно же, не раз посещать эти объекты в том виде, в котором они сейчас сохранились. Экспозиция будет постоянным, а в будущем организаторы планируют ее расширить. Следующим историческим объектом, по которому можно будет прогуляться вне времени, станет замок Белый Ковель. На этом выпуск завершен. Прямой эфир продолжит столичные подробности. Об итогах дня расскажем в 22.30. Субтитры создавал DimaTorzok